Глава региона во время рабочей поездки в Пожарский округ посетил Приморскую ГРЭС. Всего на предприятии размещены 9 энергетических блоков. Два из них, пятый и девятый, проходят масштабную модернизацию. После их введения в эксплуатацию общая мощность электростанции составит 1225 мегаватт. Здесь сейчас мы видим развернутые работы, полным входом, дополнительно подрядные организации подъехали, те, которые выполняют монтажные работы. Один из энергоблоков ведется, я думаю, до конца этого года. Там завершаются уже на турбине пусконаладочные работы. Мы видим, что уже смонтирована полностью дымососная система. Сейчас идет работа с электрофильтрами. 1200 человек-монтажников работает. Приморская ГРЭС набирает обороты и к концу года увеличит выдаваемую мощность. На следующий год тоже самое. В планах ставить здесь дальше продолжение строительства еще двух энергоблоков. Модернизация Приморской ГРЭС позволит создать новые рабочие места, поднять уровень качества жизни в муниципалитете. Радует то, что очень много уделяется внимания, в том числе и работе с Лучбурским угольным разрезом. Сейчас идет модернизация, поступает новая техника, еще заказана техника с тем, чтобы полностью обеспечивать себя уже углем из местных месторождений. Здесь идет подпитка новошахтинского угольного разреза. Поэтому сейчас мы видим, что Приморская ГРЭС вышла из вот такого сложного положения. Губернатор заслушал доклады о текущем состоянии работ и перспективах электростанции. Речь шла и о строительстве новых объектов для увеличения энергетических мощностей. Сразу после совещания с руководством Приморской ГРЭС Олег Кожемяка посетил колледж. Определились необходимости формирования именно кадрового потенциала по рабочим специальностям и по машинистам, по специальностям эксплуатационщикам, по монтажникам, по плотникам-бетонщикам, по водителям, экскаваторщикам, бульдозеристам, которые нужны в том числе и на Лучегорском угольном разрезе, как минимум в 100 человек наборе ежегодно для выпуска и работы на предприятиях. Приглашенным преподавателям, по словам главы региона, помогут жильем. Мы выделим 10 квартир для преподавательского состава из состава арендных домов, которые строятся, в 26-м году сдадутся. Здесь будет самостоятельный колледж, где будут обучаться этим специальностям. Мы, конечно, сейчас выделим денежные средства на 25-й год на ремонт учебного корпуса, переделываем его под общежитие, чтобы ребятам удобно было из окрестных населенных пунктов приезжать сюда. Добавим сюда необходимое оборудование и, думаю, практическая работа будет проходить уже и на Приморской ГРЭС, в Лучегорском угольном разрезе. Напомним, Олег Кожемяка посетил Приморскую ГРЭС, объекты спорта и благоустройства, провел совещание по социально-экономическому развитию муниципалитета. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.